Всем привет, привет, мои подписчики! Рада вас видеть на своем канале. И сегодня будет не свойственное для моего канала видео, а точнее новинка, которую я еще никогда не снимала. Это средства бытовой химии, которыми я пользуюсь для уборки квартиры. И я больше хочу, наверное, услышать ваши советы, либо же то, что очень сильно нравится вам. То есть, что вы нашли такого, чем вы пользуетесь постоянно и могли бы советовать. Потому что для меня это очень актуально. Я просто страшнейший человек в порядке, в плане порядка. И мне надо, чтобы если какое-то средство работает, то оно работало просто вот на 100%. И я постоянно в поисках, в поисках. Но при огромнейшем сейчас выборе всех этих средств очень тяжело найти какое-то вот свое, чтобы ты шел и просто не стоял над этими полками и не думал, чтобы купить на этот раз. Я вам покажу свои прям фавориты, мастхэва, просто которые топ, которые входят в топ моих средств по уборке квартиры. И надеюсь на то, что вы мне расскажете о своих. Показывать вам буду как любимые средства, так и те, в которых я ошиблась. И я их не буду советовать, рекомендовать. Ну что ж, поехали, начинаем. Первое средство. Итак, средство номер один, которое занимает первое место, которое я обожаю, я хвалю его. И если вы не купили это средство, то я от всей души вам советую его купить, потому что оно снимает вообще все проблемы. Это мой любимый Sunfor Active антиржавчина. Девочки, именно красная бутылка. Их там великое множество, зеленые, желтые, черные. И везде написано, что одно круче другого, но только именно красная антиржавчина. Что я убираю этим средством? Унитаз, умывальник, ванную. Из искусственного камня раковина на кухне. Она у меня белого цвета. Вы знаете, что это огромная проблема, потому что она красится ежедневно. И чтобы ты не помыл, все, ее нужно уже мыть. Это самое крутое средство. Оно работает само. То есть усилий не нужно предлагать вообще никаких. Когда я убираю ванную, я провожу под унитазом, я наливаю его на губку, просто провожу по раковине, по умывальнику и просто провожу по ванной. И буквально за, ну, меньше минуты, там, по-моему, я не знаю, 10 секунд, надо 20 от силы, чтобы это средство уже начало действовать, оно моментально разъедает ржавчину и просто остается смыть водой. То есть никакого трения, ничего подобного, что происходит с пемосом, вот этими сыпучими штуками, которые надо именно тереть, и никогда в жизни так ржавчина не отмоется. Здесь жена отмывается сама. То же самое с раковиной из искусственного камня. Просто ты налил губочкой, просто распределил по всему, ты не моешь, не трешь, просто распределил, и все просто исчезло. Смыть водой. Супер средство. Вот как-то я покупала вам, к примеру, покажу зеленые. Красного просто не было. Здесь тоже написано 10 в одном. Прям еще супер, все круто. Но оно вообще не работало. Это отношу к неудачным, к таким, которое написано всего и много, но оно не работает вообще. Просто пахнет хлоркой. Ну, просто его добиваю просто так. Вот это я покупаю по 2, по 3 бутылки. Это супер. Это самое лучшее. Это номер 1 у меня для уборки. Фаворит номер 2 однозначно, и то, чем я уже пользуюсь с момента рождения моего ребенка, это 7 лет. 7 лет тебе? Суфлер стоит. Я открыла это в журнале Фаберлик. Вы это уже, наверное, видели сто раз, особенно те, кто занимается Фаберликом. Это карандаш пятновыводитель и спрей, жидкий спрей пятновыводитель. И мне пригодились эти штуки, а точнее я увидела эффективность этих средств, когда все было заляпано кашами, соками, супами и, сами знаете, там все, что угодно. Вот эти штуки выводят все. Они выводят любое пятно, любое. Однажды я выводила краску с юбки, я села на скамеечку покрашенную, и это средство вывело краску. Но оно вывело краску до такой степени, что вывело краску с юбки, то есть юбку я уже не ношу, но факт в том, что удаляет вообще любое пятно. И когда я рассказывала одной знакомой об этих средствах, она говорит, у меня самое проблемное пятно, это пятно от одуванчиков. И говорит, если оно поможет, тогда я поверю. Я просто дал ей свой карандаш попробовать. Она вернула мне его просто с мольбами. Да-да-да, закажи мне где-нибудь это средство. Карандаш очень надолго его хватает. Он, ну, кто видел, тот, наверное, знает. Вот такого вида, это уже у меня меньше половины. То есть надо намочить то место на одежде под водой, намочить карандаш, потереть это хорошенько, минут 10, чтобы полежало и отправить в стирку. Обычно я ложу и на 30 минут, и натираю, не жалея. Любое абсолютно пятно, жир, кровь, ну, все, что угодно. Купила попробовать я спрей. Спрей им пользоваться просто удобнее. Его просто нужно наносить тоже на мокрую одежду, где пятно это есть. Но все-таки мне карандаш кажется более эффективным, хотя спрей тоже хорош. Но вот для прям экстремальных каких-то пятен, карандаш, очень крутое средство. Прям оно всегда должно быть. Всегда его нужно с собой куда-то брать. Всегда нужно иметь. И обувь очень хорошо им отмывать. Если какие-то вот такие на светлые обуви пятна, тоже очень хорошо справляется. Нравится мне безумно. Покупала и буду продолжать его, естественно, заказывать. Еще одно средство от Фаберлик, которое уже имеет вообще не товарный вид. Нужно было бы ее уже поменять, эту губку. Но пока я ее пользуюсь, меня она устраивает. Но, конечно, обновить нужно. Это обычная губка. Я даже не знаю, как она называется. Впитывающая какая-то губка. Впитывает в 10 раз больше жидкости, ну, чем она сама, как-то так. Чем она мне понравилась? На первый взгляд, вообще не заостряет на себе внимание, вообще никак не обращает на себя внимание. И непонятно вообще, для чего она. Но это суперское средство. Это просто офигенное средство. Когда я мою унитаз, умывальник, ванную, я ненавижу, когда остаются капли. И просто, когда ты уже все помыл, все смыл, все водичкой смыл, и вот этой губочкой ты просто убираешь эти капли, и все у тебя такое сухое, такое свежее, такое белое, и все чистенькое, и губка просто обалденная. И я тогда кричу своим, когда они, я все вымыла, все прям высушила, и они идут с улицы какой-то мыть руки, я кричу, идите на кухню, дайте хотя бы в ванной постоять чистый час один. И я очень эту губку люблю. Очень классно мыть ей холодильник. Когда лед, когда размораживаешь холодильник, когда лед стекает, и вот этой губочкой впитывать воду, классно вытирать на кухне, когда ты помыл посуду, и вы знаете, что тряпкой обычно нужно 10 раз все это промакивать, губкой это нужно сделать только один раз. Просто убрал, ее отжал, все. Суперское средство. Я ею пользуюсь постоянно. Очень классно вытирать ей пыль. Тоже в воде просто ее отжал, и не остается вот этих вот капелек на поверхности. Все она собирает. Классное средство. Девочки, обязательно фаберлики, обратите на нее внимание. Я ею даже пробовала мыть духовку. От этого я ее и сожгла. Там она еще не остыла, духовка, а я уже там, давай все мыть. Классное средство, когда вы моете микроволновку, любые вещи, и вот когда надо вот сухо-насухо все это в конце протереть, чтобы оно уже было такое свежее, чтобы оно такое было сухое и без капелек, вот это помощник номер один. Я вообще очень люблю, чтобы в ванной у меня пахло такой гостиничной чистотой, чтобы вот прям свежестью такой, вот прям как в гостинице. Я даже не могу объяснить, что это за запах. Это не хлорка, это не... Ну вот именно вот этими средствами бытовой химии, вот этой чистотой такой, чтобы пахло, очень сильно люблю. И я просто вообще какой-то фанатик уборки. Я убираю в любом месте, куда я прихожу. Я убираю на работе постоянно. Я, если кому-то пришла, я начинаю убирать, там что-то переставлять. В общем, завернутый человек. Ну и must-have вообще на третьем месте. Ну, эти все средства у меня все, они стоят, наверное, на первом месте. И это тоже, это, конечно, меламиновые губки. Я вставлю вам видео, где я мыла пол на плит, плитку на полу, и вы посмотрите, как работают эти губки. Это просто волшебные вещи. Я не знаю, кто их придумал. Я не знаю, почему этот человек не в книге рекордов Гиннеса до сих пор. Просто намочить ее нужно водой из-под крана. Ни мыльный, ни теплый, никакой. Просто из-под крана водичка, отжали и моете вообще все. Она моет вообще все. Единственный минус, что она рассыпается. Но это такие губки, они рассыпаются все. То есть, этой губке, ну, хватает, чтобы один какой-то шкафчик помыть. Я уже об этом говорила. Подоконники, швы. У меня белая кухня, мне очень актуальны эти губки. Вот этот вот въевшийся жир на вытяжке, наверху на кухне. Это супер. Это просто офигенная вещь. И вот очень классно ею мыть белую подошву на обуви. Супер просто. Тебе не надо в ванной тереть, бояться замочить остальную часть обуви. Ты просто намочил губку и вытер до бела подошву. Супер, девочки, закажите на Алиэкспресс 100 штук, и вы будете просто самым счастливым человеком в мире. Супер, девочки, закажите на Алиэкспресс 100 штук. Остальные вещи такие посредственные, но которые тоже так или иначе мне нравятся. Обратила я внимание вот на такие салфетки. Вы их видели, они продаются в острове Чистоты, везде, в Миле. Это польские салфетки Presto Clean. И для начала я покупала салфетки антижир, которые для плиты, для газовой, чтобы вытирать вот этот жир. Они мне понравились. Я уже покупаю, по-моему, вторую или третью упаковку. Салфетка достаточно большая и хорошо пропитана вот этим вот средством. Очень хороша будет вот эта штука для того, у кого такие стационарные плиты с откидной решеткой и белой поверхностью. А вот эту белую поверхность просто протер, никаких разводов, ничего. И потом обычной чистой в воде вымоченной тряпочкой смыл вот это вот средство. Всё. Я использую... У меня чёрная газовая плита и... Газовая, вернее, поверхность. И просто... Ну, меня поймут те люди, у кого такая же проблема. Просто ты не знаешь, чем пользоваться. Ты просто готов купить за любые деньги любое средство, чтобы тебе было как-то удобно вымывать. Малейшее пятнышко, малейшее ты пожарил одно яйцо. И вся плита уничтожена. Блин, я бы на сегодняшний день, я, наверное, не пожалела бы никаких денег, никаких вообще средств, чтобы купить плиту, варочную поверхность белого цвета и плоскую электроповерхность без вот этих вот решеток. Их мыть – это просто убийство. Я плиту мою 2-3 раза в неделю. Через день – это точно. Вплоть до того, что я готова не готовить на ней, использовать лучше какую-то мультиварку, всё что угодно, только не плиту. Потому что, что бы ты ни приготовил, даже ты варишь что-то, просто суп, и просто от пара у тебя уже какие-то разводы и всё. А решетки мыть, вот такие вот решетки, вот видите, они блестят у меня, да, уже сегодня опять нужно мыть, хотя я мыла позавчера. Это просто, ну, я не знаю, это адская какая-то работа, адский труд, и это очень тяжело. И вот я ищу сейчас средства, вот что-то типа вот этого, которым бы облил, и всё, не надо ничего делать, и просто водичкой смыл. А вот эти салфетки, конечно, не спасают вот эти решетки, потому что, чтобы вымыть решетку, это надо поломать все пальцы, поломать все ногти, и скоро дойдёт, что я буду ломать, наверное, руки, потому что это просто убийство мыть эти решетки. А их четыре, блин. И вот этими салфетками я, естественно, вымываю только поверхность. Ну, уже к слову о плите, да, и я искала средства такие, как Мистер Мускул, Эксперт для кухни. То есть мне нужно что-то, чем бы я набрызгивала и потом смыла просто, а не тёрла вот эту каждую штучку ещё чем-то. Вот так, вот так, и её нужно всю вымыть, и она маленькая, и это просто кошмар. Вот это средство быстро усыняет даже пригоревший жир. Мне не понравилось, оно, им нужно всё равно тереть какой-то губкой или зубной щёткой, или чем-то эту решётку. Поэтому не советую. Потом мне посоветовали Санита Эйр. Так хвалили, что просто капец. Оно не просто капец, оно тоже никакое. Тоже после него нужно мыть нормально, чем-то какой-то губкой тереть. И я купила третье, что я решила попробовать. Это Силитбэнк антижир плюс сияние. Вот оно тоже для таких решёток. И вы знаете, вот единственное, да, вот что-то, что-то уже близко. По крайней мере, уже я пользовалась им два раза. И я после того, как набрызгаю, оставляю на полчаса, жир этот съезжает. И только после того я ставлю эти решётки в посудомоечную машину, мою их там, они моются. И вот уже они чистые, сухие и без вот этого вот, без капелек этого жира. Поэтому, ну, единственное, я бы не сказала, что это просто мега-супер-крутое, но вот оно хотя бы вот из этих трёх такое более-более-менее что-то, что-то работает. Поэтому, если у вас какое-то есть такое мега-супер-классное средство, которым вы пользуетесь, пожалуйста, я вас умоляю, пожалуйста, скажите мне о нём, потому что для меня это просто край, вот эти вот решётки. Просто дойдёт вплоть до того, что я поменяю поверхность. Итак, продолжая тему этих салфеток, я купила ещё две упаковки, вот эти вот голубые для ванной комнаты, для мыльных разводов и вот такая для пыли. Для пыли мне понравилось очень, потому что на тёмных поверхностях, вы сами знаете, как садится пыль. Она садилась, ты протёр, и ровно через минуту у тебя опять пыль. И вот эта штука называется антистатик формула, то есть магнит, как будто пыль притягивается магнитом, вот нарисована, и она меньше садится. Знаете, действительно это так, мне понравилось. То есть одной салфеточки она как-то быстро высыхает, то есть на одну комнату хватает. Допустим, если я в одной комнате протёрла какие-то свои там телевизоры, все такие открытые поверхности, подоконник, там торшер, всё-всё-всё, во второй комнате мне уже надо брать новую салфетку. А расходуют, здесь везде по 72 штуки, это прилично, нормально и хватает, и вот эти штуки мне нравятся, потому что обычной водой я как-то в принципе никогда не вытираю пыль. Это у меня или салфетки, или я в мистер пропор вот эту вот макаю, водичку с мистером пропором, и вот этой протираю, но салфетки мне понравились. Не надо ничего мочить специально, взял салфеточку, протёр, тем более если есть такой момент, когда вот ты где-то стоишь, и просто тебе бесит эта пыль, и тебе надо просто её сразу убрать, потому что ты понимаешь, что через секунду ты взорвёшься просто. Я сразу бегу за этой салфеткой, протёрла, быстрее там где-то ещё протёрла, чтобы уже дотереть её, и всё, поэтому вот такие штуки мне нравятся для пыли. Вот эти вот мне не понравились, это для устроения налёта, когда я очень люблю, чтобы у меня ванна была без капелек, без зубной пасты, без мыльных разводов, но это практически, я понимаю, что этого не будет никогда, и я думала, что ну может быть каждый день, вот я уже, когда я буду последнее заходить в ванную, я вот как-то так уже за всеми уберу, но очень остаётся такой какой-то финиш такой мутный, такой вот матовый, то есть не глянцевый, не прям блестит у тебя раковина, такой какой-то, как запотевшие такое получается краники, сама вот этот сам умывальник, поэтому мне не понравилось, но его я использую, если там у меня на стенах какой-то вот мыльный налёт бывает, хорошо он его собирает, прям видно, что салфетка такая жёлтого цвета становится, но это надо очень сильно тереть, ну на такой какой-то экстремальный случай вот эти салфетки хороши, но в принципе они мне не понравились вот из-за этого мутного финиша, я для устранения налёта, я использую мистер мускул, это для именно краников, для краников, для душа, вот этот ничего так, он хорошо, прям краники сияют, но по-моему они будут сиять, даже если вот этим вот помазать, ну то есть для краников как-то вообще не принципиально чем мазать, поэтому я больше вот этим-ка мою и сразу протираю краники вот этим. Так, девочки, самое главное не показало, я когда делаю уборку, естественно я одеваю перчатки, перчатки мне очень нравятся, вот эти вот, не знаю как называются, в общем я их нашла в Острове Чистоты, они мне понравились, их здесь идёт 10 штук, то есть они на разную руку, очень тонкие, очень классные, в перчатках я делаю всё, я мою посуду, я готовлю есть, я чищу овощи, я убираю ванны, я всё делаю в перчатках, вплоть до, до готовки еды, она очень удобная, легко одевается и первый раз, когда я купила эти перчатки, я такая довольная схватила перчатки и не заметила, что они оказывается делятся по размерам, вот здесь размерная таблица есть, и я купила довольная, прихожу домой и заметила, что я купила размер L, то есть самые большие, ну это конечно не принципиально было, но всё-таки вода заливалась сюда, потом я уже покупала, вот сейчас я купила M размер, это у меня M, ну мне кажется даже и S будет хороша, поэтому не забудьте, если будете покупать, что они делятся по размерам, классные перчатки, надолго хватает, одну порвал, взял другую, супер и мне очень нравится, советую вам. Чем я мою пол? Мистер Пропор, им я пользуюсь уже вообще очень-очень давно, как-то я покупала что-то другое, но мне захотелось вернуться к мистеру Пропору, пол колпачка и всё благоухает, очень нравится запах сирени, я уже говорила, что он пахнет не сиренью, а Armani для меня, почему-то мне напоминает так немножко этот запах, возможно сейчас что-то и появилось такое новое, интересное, обязательно мне напишите, если что-то такое вам нравится больше, но пока пользуюсь Пропором и ничего плохого не вижу, то есть я и пыль вытираю, и мы полы, а сейчас лето, я сейчас мою пол два раза в день, это вообще просто жесть, просто я не знаю, что со мной происходит, я на лето, в мае месяце я убираю все ковры, ну ковровое покрытие, которое у меня есть хоть где-то, и у меня абсолютно голый пол, мне нужно обязательно мыть полы, каждый день это 100%, и получается так, что даже два раза в день, потому что если я стала ногой на какую-то песчинку, или где-то что-то мне липко получилось, или я вижу издалека какой-то след какой-то, все, я бегу мыть пол. Ну и покажу вам средства для посудомоечной машины, это таблетки Бравикс, я их как-то уже показывала, тоже я пробовала два-три средства, но остановилась на Бравикс, однозначно это самое лучшее, самое выгодное, самое экономное решение, в данном случае я ищу из этого больше выгоду, нежели качество, потому что, ну по-моему, посудомоечная машина не может плохо помыть посуду, чем же мне нравятся таблетки Бравикс, во-первых, их здесь 40 штук, то есть это уже на 40 полноценных моек, во-вторых, таблетка делится, я таблетку разламываю на, сейчас покажу, как она выглядит, я эту таблетку разламываю наполам, то есть для того, чтобы помыть посуду с полной загрузки посудомойки, мне нужно пол таблетки, и я это делаю всегда, она справляется точно так же и ровно так же, как с полной таблеткой, и представьте, это уже у вас получается 80 моек, 80 моек это, ну почти 3 месяца, если мыть каждый день, я мою каждый день практически, ну редко бывает, когда через день, и, ну это очень выгодно, очень экономно, Бравикс мне нравится, советую вам от всей души, либо ты помоешь 5 тарелок, просто под краном, либо ты помоешь 15, воды уйдет меньше, и когда ты начинаешь мыть 5 тарелок, ты уже потом начинаешь мыть вообще все, что у тебя есть под рукой, и это превращается в уборку для меня, поэтому посудомоечная машина это мастхэп. По-моему, ничего не забыла, но я уже не буду показывать, чем я посуду мою, это стандартно, это АОС, или там что-нибудь еще такое, единственное, не покупаю фэри, при том, что оно очень хорошее, оно мне не нравится тем, что его просто невозможно смыть, оно очень сильно пенное, и мне вот это не нравится, поэтому я такие, более-таки слабые покупаю штуки. Вот, это мои любимочки, это мои помощники, поэтому обязательно советуйте мне, чем пользуетесь вы, что вы для микроволновок используете. Все, с вами была Инна, пишите мне комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, будем общаться и дружить.